Было очень темно, поскольку тут нет фонарей. Я включила фонарик на телефоне и застала вот здесь толпу людей. Анна Менгазова была в доме, когда услышала на улице выстрелы. Выбежав, увидела своего супруга с окровавленной рукой. Потом сказали, что мы успели отобрать у Динара пистолет. Пистолет передали мне. Я его спрятала дома и потом передала уже сотрудникам полиции. Свидетели уверяют, стреляли сразу два человека. Один стрелял в воздух, а вот от второго, по словам людей, инициатора собрания, и пострадал супруг Анны. Проверили, снимок сделали, где пуля находится. Когда вытаскивали пули, сказали, что чудом повезло. Потому что говорят, что я прямо держу палец на артерии, откуда забрал пулю. Если бы пробил артерию, то все, не приехал бы я туда. Очень переживаем за эту ситуацию, потому что говорят, что у Динара есть связи, что этот человек очень богатый, и что он может замять эту ситуацию. Поэтому очень переживаем, так как опасаемся за наши жизни. Мы живем с детьми. То есть сегодня он в колю стрелял, завтра он в моего мужа будет стрелять. И это очень страшно. Позже на месте происшествия сотрудники полиции нашли стреляные гильзы. По словам местных жителей, Динар Ходиулин на собрание пришел со своими друзьями. Участники собрания предполагают, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что незадолго до этого между Ходиулиным и раненым мужчиной произошел конфликт. Судя по аудиозаписи, предоставленной нам пострадавшим, угрозы ему поступали не раз. Я просто не хочу приезжать тебя убивать. Мы уже два дня собирались, чтобы приехать. То глава позвонила, не трогайте его. То потом приняли решение, что ты в милицию побежишь, сразу заявление писать. Я, короче, вчерашним днем на наших с тобой отношениях поставил крест. Какого главу в своем аудиосообщении имеет в виду мужчина, пока неизвестно. Ни на сообщения, ни на звонки он сегодня не отвечал. Яблоком раздора стала вот эта дорога. Как рассказали жители, стрелок живет вот в этом доме, и его не устраивает, что по ней постоянно ездят машины. Он всячески ее перекрывает. Местные жители отмечают еще и тот факт, что Динар Ходиулин является членом правящей политической партии и не скрывает свои обширные связи. При службе МВД Татарстана сегодня нам сообщили, что заявление по факту стрельбы в полицию поступило. После проведения судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение. Артем Логвинов, Роман Фенин, Телеканал Эфир.